Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о браке в Кане Галилейской. Тот, кто внимательно читает вторую главу Евангелия от Иоанна, очень часто начинает сомневаться, а действительно ли брак в Кане Галилейске, который описывается Евангелиейским Иоанном, является каким-то реальным событием. Это реальное свадебное застолье или нечто большее. И, конечно, самый интригующий вопрос, кто на этой свадьбе является женихом, кто на этой свадьбе является невестой, и вообще, чей это брак. Самое главное в Евангелии от Иоанна всегда передается языком символов. Евангелист никогда не пишет, как пишут наши журналисты, сообщая какие-то прямые факты с места событий. Он передает некую весть с помощью языком символов. И для того, чтобы понять и найти ответ на вопрос, кто жених на этой свадьбе, нужно прежде всего обратиться к некоторым ключевым символам. Прежде всего, есть слово «неделя». И действительно, в первой главе Евангелия от Иоанна мы с вами видим целую неделю. Она начинается с проповедью Иоанна Крестителя, она продолжается призванием первых учеников, и, наконец, на третий день. Но это неделя. И в Евангелии от Иоанна есть еще только две недели. И вы прекрасно помните, одна из них начинается с помазания Вифании. Это страстная неделя, которая предшествует распятию и смерти Христа. И вторая неделя – это неделя, которая начинается с его воскресения, с пасхального утра. И в течение этой недели Христос является своим учеником, и все завершается уверением Фомы на восьмой день. Поэтому то, что в Евангелии от Иоанна возникает образ недели, это некий символ того, что в действительности речь идет о новом творении, потому что неделя – это, конечно, самая первая неделя мира, первая глава книги «Бытия», начало нового творения. Третий день – тоже очень яркий символ. Разумеется, здесь намек на тайну смерти воскресения Христа. И это выражение в Евангелии от Иоанна применяется только к браку в Кане Галилейской. Другая очень интересная аллюзия – это, конечно, образ часа, потому что час на языке евангелиста Иоанна – это час славы, час крестной муки, смерти и воскресения Христа. И другой символ с этим связанный – в этом Евангелии мы только дважды видим Божью Матерь. Она появляется здесь, на свадьбе, в Кане Галилейской и у подножия креста, именно в час, когда исполнится час. И в обоих случаях она не называется по имени. О ней говорится как о Матери Иисуса. И для евангелиста очень важно, что Господь обращается к ней как к женщине, Он говорит «жено». И по мнению многих толкователей, это означает, что Мария в данный момент предстает как самая первая женщина этого мира, как новая Ева. И она участвует в каком-то новом сотворении мира и рождении нового человечества. Того человечества, которое будет искуплено кровью Иисуса Христа. Таким образом, указание «третий день», «неделя», «час», «слава» – все это перекликается в действительности с моментом смерти и воскресения Христа. Следующий недоуменный вопрос, который часто возникает, все-таки Христос говорит что-то бестактное, обращаясь к своей матери с такими словами «жено», что «мне» и «тебе», буквально «что тебе от меня нужно». Это выражение можно перевести «причем тут я?» и «какое твое дело?» Оно выражает очень широкий спектр значений, от простого изумления до отказа вмешиваться в сложившуюся ситуацию. И мы сможем легко понять реакцию Иисуса, если представим себе обычаи того времени, о чем очень часто мы даже не подозреваем. Но в библейском мире, как и сегодня на Востоке, женщины и мужчины во время общественных празднеств никогда не сидят в одном помещении. То есть во время свадьбы женщины и мужчины находятся в двух разных залах. Жених и невеста тоже всегда разлучены. Только этим можно объяснить, как Лавану удалось обмануть Иакова и вместо Рахили подсунуть ему Лию. Точно так же в книге «Эсфирь» описывается два застолья. Одно из них устроил царь для своих придворных, другое – царица для своих фрейлин. Это два разных пира, и поэтому, когда царь Артаксеркс зовет царицу Астинь, то она отказывается прийти, потому что это противоречило всем правилам приличий того времени. Это было бы непристойным, это было бы возмутительным. Поэтому Иисус говорит своей матери, «Зачем ты пришла на мужскую половину?» И здесь есть указание, что речь идет о чем-то важном. Мария увидела, что вино на этой свадьбе уже на исходе, значит, она следила за тем, что происходит на кухне, но проблема очень серьезная. И у Марии есть все веские основания для того, чтобы пренебречь правилами хорошего тона. Следующая странность этого эпизода, который обращает внимание, и это очень яркий символ, всегда, когда речь идет о свадьбе, то логично было бы назвать сначала имена жениха и невесты. Здесь евангелист представляет гостей. И кого же первым среди гостей упоминает евангелист, он называет Мать Иисуса. Зная, что в патриархальном обществе женщины не занимали главные роли, все это выглядит весьма необычным. Сколько было гостей, мы можем догадаться. Если Мария была приглашена на эту свадьбу, потому что она была, например, подругой матери жениха или родственницей этой семьи, вместе с ней пришли еще другие гости, Иисус и его ученики, то можно себе представить, что каждый приглашенный на эту свадьбу мог пригласить с собой еще друзей. Застолье длилось семь дней по обычаю, и поэтому легко догадаться, что вино действительно может закончиться. Другой очень важный символ – это шесть кувшинов, шесть водоносов, которые стояли по обычаю омовения иудейского. Каждый из них вмещал две или три меры воды. Приведя на наши меры, мы получим от 480 до 810 литров воды, если эти две-три меры умножить на шесть. Но, обратите внимание, Иисус сначала требует, чтобы служители наполнили эти кувшины водой. Тоже мы не обращаем внимания на эту деталь, но представьте, сколько труда и сколько времени потребуется на то, чтобы это наполнить, потому что слуги для этого должны пойти к колодцу или к источнику, затем принести эту воду и разлить ее по кувшинам. За раз здоровый мужчина может принести примерно 10 литров воды, и при этом ведь известно, что не хватает ни воды, не хватает вина. И последняя деталь – водоносов было шесть. И шесть – это очень странное число, потому что вообще-то полное и совершенное число – семь. И если не хватает единицы до семи, то это знак какой-то неполноты. И евангелист не случайно упоминает об этом, для того чтобы сказать, что все ритуальные омовения иудеев и их религия была неполной и несовершенной, и поэтому это новое рождение человечества, которое совершается с приходом Мессии, означает некое восполнение и совершенство того. Водоносов шесть, а не семь, нужно вино, а не вода. В Библии вино всегда является символом изобилия. Но если задать вопрос, в какой момент истории вино по-настоящему будет в изобилии, и если мы заглянем в книги пророка Амоса или Иоиля, или Исаии, то совершенно ясно, что изобилие вина наступит в те времена, когда придет Мессия. И поэтому это изобилие в Кане Галилейской означает, что наступает новая эра, мессианская эра. Именно это и будет подтверждено в 11 стихе. Теперь интересный вопрос. Кто же первым заметил совершившийся факт это чудо? Премудрый архитриклин, распорядитель пира, мажордом, друг жениха, который по обычаю следил за праздником. И он не в силах скрыть своего изумления, когда ему приносят новое вино, и он сообщает об этом у жениху. И очень важный момент. Обычно кто поставляет вино на свадьбу, чья задача приготовить вино, это всегда задача жениха. Но мы, читатели, вместе с матерью Иисуса и слугами знаем, что вино уже кончилось. Но откуда же взялось это новое прекрасное вино? И уж точно о нем позаботился не тот жених, о котором мы думали вначале. И поэтому появляется очень ясное указание на то, кто жених на этой свадьбе, тот, кто приготовил новое вино, сам Господь Иисус. Когда же распорядитель пира отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель завел жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а потом, когда она пьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». И кто же из слуг знал о совершившемся чуде? Те слуги, которым пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы черпать и носить воду, которые безропотно наполнили эти сосуды доверха. Таким образом, знание, познание, познание тайны Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна всегда связано с активным участием, как эти слуги участвуют в свадьбе. Кто на этой свадьбе является невестой? Это вопрос очень сложный. В притчах, когда в Евангелии говорится о браке, никогда не упоминается невеста. Единственное исключение в Новом Завете, когда невеста упоминается по имени, вы помните, это книга Откровения Иоанна Богослова, Новый Иерусалим, небесный Иерусалим, который спускается с неба, как невеста, приготовленная для свадьбы со своим женихом. Вот имя этой невесты. В Ветхом Завете женихом очень часто называется Господь Бог Израиля, а невестой становится народ, либо Иерусалим. И поэтому здесь мы совершенно можем понять, что невестой в Кане Галилейской становится небольшая община учеников, которым Господь являет свою славу, для которых Он совершает первый знак. Начало будущей церкви, Нового Израиля. Она состоит из учеников, которые вместе со Христом пришли на эту свадьбу и вместе со служителями, которые участвовали в этом чуде. Итак, жених – это Иисус из Назарета, невеста – это община учеников, которая последовала за Христом. И, конечно, в литургической поэзии мы слышим образ жениха во время Страстной Седмицы, когда женихом церковным называется сам Господь Иисус Христос. Господь, который предопручил себе Церковь, Деву Чистую. Именно поэтому при совершении Таинства Венчания история в Кане Галилейской сопровождается чтением из апостола Павла, из послания к Ефесиным, где говорится о тайне, которая велика есть тайна брака Христа и Церкви. На портале Экзогиатру с вами был протеорей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.